Британия готовится ко второму делу Литвиненко. На этот раз речь идет о 44-летнем предпринимателе Перепеличном. В 2012 году во время пробежки близ своего тщательно охраняемого особняка он упал и скоропостижно скончался. Долго оставались невыясненными обстоятельства смерти этого бизнесмена, который предоставлял британским спецслужбам информацию о налоговых махинациях российских чиновников. И вот анализ содержимого желудка Перепеличного обнаружил присутствие ядовитой субстанции. Предприниматель, возможно, был отравлен. Очередные слушания по этому делу прошли в британском суде 31 марта. Следы быстродействующего яда растительного происхождения искал Евгений Ксензенко. В лаборатории профессора Атла Джонстона устанавливают причину необъяснимых смертей, таких как гибель Александра Перепеличного. Ведь на первый взгляд, кончина российского бизнесмена в Англии могла и не вызвать вопросов. Почувствовал себя плохо во время пробежки и умер от сердечной недостаточности. Может подобное произойти? Конечно. Вот только незадолго до гибели сам 44-летний Перепеличный предупреждал, что его могут убить. Да, очень легко можно было и не узнать, что смерть произошла в результате отравления. И даже в нашей лаборатории или подобной нашей не смогли бы установить причину. Ведь мы обычно не делаем тесты на наличие этого яда. Представьте, сколько ядов в мире. Мы не можем проводить тесты на каждый из них. Вот так безобидно выглядит этот убийца. Следы редкого растительного яда гельземиума обнаружила эксперт Лондонского королевского ботанического сада профессор Моника Симмонс. Нашла спустя три года после гибели бизнесмена, когда следствие уже было завершено. Полиция передала дело на рассмотрение корнеру. Обнаружение яда – результат усердных поисков эксперта, одного из ведущих специалистов в королевстве по ядовитым растениям. Без определенных симптомов и случайной проверки ботаника мы бы даже не поняли, с чем имеем дело. Этот яд можно легко добавить в пищу. Не так давно был подобный случай. Китайского бизнесмена убила его жена. Она добавила гельземиум в тушеное кошачье мясо. Этот яд известен тем, что его часто использовали наемные убийцы в Китае. Гельземиум растет в Азии. Получается доступное и дешевое оружие. За эффективность его даже прозвали «разбиватель сердец». В Англии его смертельные свойства обнаружил врач Артур Конан Дойл. Создатель Шерлока Холмса на себе испытал его действия. Он думал, что из гельземиума может получиться хорошее обезболивающее. Но в итоге чуть было сам не умер во время экспериментов. Если бы он не остановился, то у нас не было бы рассказов о Шерлоке Холмсе, потому что Артур Конан Дойл просто убил бы себя. Он и так принял достаточно серьезную дозу. У него были неприятные ощущения, его мутило, тошнило, и он чувствовал себя плохо. Александр Перепеличный опасался за свою жизнь, боялся мести. Предприниматель знал, как российские бизнесмены и чиновники переводят деньги за рубеж и уходят от налогов. После гибели Сергея Магнитского Перепеличный решил сотрудничать с британским инвестиционным фондом «Хэмитэдж Кэпитал» и швейцарским следствием. Он помог раскрыть схемы отмывания десятков миллионов фунтов коррумпированными российскими чиновниками. Кроме того, Перепеличный считался одним из ключевых свидетелей в расследовании дела о хищении 5 миллиардов рублей из бюджета так называемой группы бизнесмена Клюева. Став информатором, Перепеличный сбежал в Великобританию. В Лондоне он попросил убежище, а сам попытался сделать из типично английского «мой дом, моя крепость» скорее «крепость – это мой дом». Вейбридж – тихий маленький городок в 20 милях от Лондона. А это его самая спокойная и безопасная часть. За шлагбаумом начинается частная дорога, ведущая к дому Александра Перепеличного. Это закрытый комплекс. Барьер – некий фильтр, отделяющий случайных людей от состоятельных жильцов. В свое время в этом месте жили Кейт Уинсетт, сэр Элтон Джон и Джон Леннон. Этот район называют британским Беверли-Хиллз. Перепеличный выбрал его именно из-за повышенных мер безопасности. Мы испытали на себе расторопность охраны комплекса. Спустя несколько минут после нашего прибытия сотрудники службы безопасности попросили прекратить съемки. Даже такие предосторожности не остановили убийцу или убийц. Кто исполнитель и заказчик – вопросы для расследования. Известно, что незадолго до смерти предприниматель отправился на некую тайную встречу во Францию, а за несколько месяцев до гибели застраховал свою жизнь на внушительную сумму. Страховку, кстати, утвердили лишь за 8 дней до кончины Перепеличного. В случае Александра Перепеличного похож на дело Александра Литвиненко. Это еще один россиянин, у которого были могущественные друзья в Москве, которые превратились в могущественных врагов в Москве. Он ведь отвечал за деньги людей, у которых были связи ФСБ, а также МВД. Оказалось, что это те самые люди, которые украли 230 миллионов долларов. Они проходили по делу Сергея Магницкого. Журналист газеты «Гардиан» Люк Хардинг, автор книги «Мафиозное государство» о коррупции в России, в этом месяце выпустил новую работу «Очень дорогой яд». Это книга об убийстве Александра Литвиненко. Убийцы бывшего офицера ФСБ установлены Корниерским судом в этом году. Названы имена исполнителей – депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Глуговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун. И хотя «Полоний-210» тоже удалось обнаружить с трудом, но все-таки дело Перепеличного гораздо сложнее. Растительный яд не оставляет следов, в отличие от радиоактивного вещества, которое использовали Луговой и Ковтун. Да и убийцы Перепеличного сработали лучше. Это поразительно, ведь у КГБ есть репутация эффективных, даже в немецком смысле, исполнителей. А эти двое вели себя как неумелые любители. Во-первых, они даже не знали, что за яд привезли с собой. Ковтун назвал его в разговоре с другом «Очень дорогим ядом». Они повсюду наследили. В ночных клубах, отелях, барах. Они везде оставили свою такую подпись. Это во-первых. А во-вторых, они не просто были убийцами. Они выглядели как убийцы. Когда они прилетели из Москвы, полицейский их подозвал к себе и спросил, «Вы кто, ребята?» В деле Перепеличного заинтересованы три стороны. Инвестиционный фонд Уильяма Браудера «Hermitage Capital», английская страховая компания и вдова бизнесмена Наталья. Представители фонда и страховой компании настаивают на раскрытии убийства. Это вопрос установления истины и больших денег. А вот юристы вдовы Перепеличного сомневаются в необходимости менять первичное заключение полиции. Смерть в результате естественных причин. Во всем этом ядовитом клубке и роли российской мафии придется разбираться Коронеру. В силах Коронера установить, что причиной смерти стало отравление. Если будет медицинское научное доказательство этого, то тогда подобный вывод мы услышим от Коронера. Однако, конечно, инквест не является уголовным судом. Это уже прерогатива полиции. Обнаружение ядовитой субстанции изменило расклад сил. Загадочную смерть Перепеличного теперь, скорее всего, переквалифицируют в убийство. Однако сможет ли Корнер назвать имена исполнителей или заказчиков, пока не ясно. Основные слушания, то есть вызов свидетелей, рассмотрение секретных материалов, а Перепеличный якобы сотрудничал даже с британскими спецслужбами, начнутся этой осенью. Евгений Ксензенко, Антон Попилин и Анна Жихарева. Специально для RTVI. Великобритания.